Всем привет! Давно не виделись его Т5. Меня зовут Феоктистов Иван. Я являюсь специалистом по физической подготовке ваших коллег только из футбольного цеха. Сегодня мы с вами разберем разминку перед вашей профессиональной деятельностью и напоминаю, что она будет состоять из трех частей. Первая часть это активация с роллом, самом массаж мышц, вторая это динамическая растяжка и третья это активация целевых мышц, мышц стабилизаторов, которые помогут вам, скажем так, профилактировать возможные неправильные движения. Начнем с разминки с роллом. И первое, что мы будем делать, это раскатывать всю заднюю цепь. А если говорить более сегментарно, то это начнем мы с икроножной мышцы. Мы располагаем ролл чуть выше ахиллового сухожилия, вторую ногу ставим в опору согнутую, не слишком близко, не слишком далеко, потому что если его поставить слишком далеко, у вас будет слишком большая амплитуда и руками будет неудобно упираться, если вы поставите слишком близко, вы будете втыкаться в колено и не сможете дать должную амплитуду движения. Поэтому мы ставим ногу примерно где-то посередине золотой, чуть выше ахиллоролл, как я уже сказал, руки в опору, подняли таз и по всей длине, начиная от ахиллового сухожилия до подколенной ямки, мы начинаем прокатывать икроножную мышцу. Прокатываем так буквально секунд 15-20. Нам это очень важно для, если говорить о икроножной мышце и ахилловом сухожилии, для необходимого угла тыльного сгибания стопы относительно голени, потому что в хоккее очень много движений, где нам необходимо выводить колено как можно дальше за носок. И для этого подготовка мягкой ткани с помощью такого ролла очень отлично нам поможет в будущем. То же самое повторяем с левой ногой, также поднялись, софиксировались и секунд 15-20. Хорошо, планомерно раскатываем икроножную мышцу или, если корректнее назвать, то заднюю поверхность голени. Мы можем развернуть носок в латеральную сторону, потом в медиальную сторону, вовнутрь. Хорошо прокатить. И как только мы закончили с задней поверхностью голени, мы переходим к задней поверхности бедра. Для этого располагаем ролл чуть выше подколенной ямки. Точно так же ставим руки в опору, также ставим опорную ногу, недалеко, а не близко. И здесь у нас диапазон будет от низа ягодицы до подколенной ямки. Также в течение 15-20 секунд раскатываем. Слишком долгое воздействие, скажем так, такого метода на мягкие ткани тоже ничего полезного иметь не будет, потому что нам, во-первых, это будет тратить время на разминку лишнее. А во-вторых, есть данные, которые показывают, что если слишком сильно употреблять этот метод, то у нас будет снижаться скорость сокращения мышц. А нам это, разумеется, не нужно. Поэтому 15-20 секунд на каждую ногу будет более чем оптимально. Сделали на одной ноге, также переходим ко второй ноге. По всей амплитуде хорошо раскатываем. Также можно чуть вращать ногу и влево и вправо, дабы сместить акцент давления. И после того, как мы раскатили заднюю поверхность бедра, мы переходим к нашим главным мышцам, к мышцам передней поверхности бедра. Для этого мы располагаем ролл чуть выше коленного сустава. Ложимся лицом, руки кладем на предплечье, опорную ногу мы кладем внутренней частью колена чуть в сторону. Уперлись руками, заднюю ногу отрывали от пола и движениями вперед-назад. Также по всем амплитуде стараемся хорошо проработать всю переднюю поверхность бедра. Для кого-то это упражнение будет довольно-таки дискомфортное в первые разы, потому что, как показывает практика, чем больше мышцы используется в каком-либо виде спорта, тем она больше находится в тонусе. Нам нужно сделать так, чтобы она могла выдавать нам максимальную амплитуду в рамках своих возможностей. Поработали с правой ногой, также переходим на левую ногу, расположили ролл чуть выше колена, вторую ногу в опору и хорошо, не торопясь, раскатываем. Окей. Проработали переднюю поверхность бедра, переходим к внутренней поверхности бедра. Теперь переходим к мышцам внутренней поверхности бедра или к приводящей группе мышц. Для этого мы для начала располагаемся на боку. Нижняя нога у нас прямая, верхняя нога у нас располагается под 90 градусов сгибания бедра. Ролл мы кладем параллельно в туловище. Кладем также ближе к колену и ротируем корпус в положение фронтальное, где у нас предплечье лежат на полу. И движениями влево-вправо, хорошо по всей амплитуде, прорабатываем мышцы внутренней поверхности бедра, поработали с левой ногой. Также переходим к другой конечности. Нижняя нога прямая, верхняя сгибаем 90 градусов, переворачиваемся на живот и движениями вправо-влево начинаем нашу раскатку. Далее переходим к внешней стороне бедра. Наверное, самое жесткое место и самое будет дискомфортное для раскатки. Для этого мы располагаемся на ролле, примерно посередине бедра располагаем ролл. Переднюю ногу ставим на стопу перед собой, нижняя нога прямая, оторван от поверхности. Руки ставим на ладони и начинаем хорошо прокатывать влево-вправо всю группу отводящих мышц бедра. Довольно-таки дискомфортное упражнение, но со временем выработается толерантность к данному виду давления на ткань. Меняем ногу. Отлично. На этом наша часть разминки с роллом закончена. Мы подготовили с помощью ролла ткани к динамической растяжке. И, соответственно, к этой динамической растяжке мы теперь приступаем, где для первого упражнения нам потребуется длинная резина. Начинаем также у нас работать с задней всей цепи, с задней поверхности бедра. Мы ложимся на коврик, на спину. В зависимости от типа резины, у меня она не самая жесткая, поэтому я ее сдваиваю и цепляю примерно за переднюю часть подошвы. Вторую ногу я сгибаю, создаю хорошее натяжение руками. И ложусь на спину. И с помощью резины и немного силы мышц мы поднимаем, насколько это получается, прямую ногу вверх. Не допускаем отрыва таза от поверхности. Подняли вверх, как только понимаем, что таз начинает подкручиваться или колено сгибаться, мы медленно опускаем ногу вниз. Спокойно подняли, носок на себя тянем, опустили. Подняли, опустили. Восемь-десять повторений. Данного упражнения будет более чем достаточно. На правую ногу сделали и на левую тоже самое. После того, как мы поработали с резиной, мы теперь будем уже включать, скажем так, больше работу активную мышц. Для этого мы одну ногу выпрямляем, вторую сгибаем. Бедро 90 градусов. Колено также согнуто под 90 градусов. И располагаем руки под заднюю поверхность бедра. Носок на себя натягиваем. И в динамике коленный сустав выпрямили, согнули, выпрямили, согнули. Крайне важно оставлять натянутый носок на себя, для того, чтобы задняя поверхность бедра чувствовала натяжение по всей амплитуде. В динамике мы будем прорабатывать необходимую нам амплитуду движения для нашего передвижения по ледовой площадке. Также 8-10 повторений на левую ногу и 8-10 повторений на правую ногу. После этого мы переходим к приводящей группе мышц. Для этого мы располагаемся на одном колене. Вторую ногу мы прямую ставим в сторону. Колено прямое, стопа стоит на поверхности. Не отрываем ее от пола, а четко стараемся прижимать всегда. Руки мы ставим в опору перед собой. И начинаем в динамике отводить таз назад. Отвели таз назад, выпрямились. Стараемся делать отведение с максимально ровной спиной. Не горбиться, не сутулиться. А насколько позволяет ваш диапазон движений и ваш текущий уровень подготовки выполнять данное движение с нейтральной позиции позвоночника. 8-10 повторений. И после этого, не переходя на другую ногу, мы оставляем руку одноименную с опорной ногой в опоре. А вторая рука, делаем движение, протянулись под опорную руку, раскрылись наружу, хорошо ротировались в грудном отделе позвоночника. Вниз скрутились, наружу раскрылись. Скрутились вниз, наружу раскрылись. Также 8-10 повторений. И то же самое, эти два движения повторяем на другую сторону. После чего мы уже переходим к растяжке передней поверхности бедра. Для того, чтобы нам поработать с мышцами передней поверхности бедра, мы ставим одну ногу вперед. 90 градусов передней ноги, 90 градусов задней ноги. И заднюю ногу берем, если у вас кроссовки за шнуровку кроссовок, если нет кроссовок, то просто за переднюю поверхность стопы. Выпрямляем туловище, насколько получается, и в динамике начинаем притягивать пятку к ягодице. Стараемся далеко вперед не уходить, назад тоже сильно не прогибаемся, сохраняем нейтральное положение спины. И таким вот образом, в течение 15-20 секунд, мы работаем с передней поверхностью бедра. 15-20 секунд на правую ногу, 15-20 секунд на левую ногу. И после этого переходим к мобильности тазобедренного сустава, что крайне важно в хоккее. Для этого мы занимаем позицию 90-90, где у нас передняя нога лежит на внешней поверхности бедра и угол в коленном суставе 90 градусов. Угол в задней ноге также у нас 90 градусов. Собственно, поэтому упражнение так и называется. У нас тут будет два движения. Первое движение. Мы ставим руки по обе стороны колена и с помощью покачивающих движений мы стараемся грудью наклониться к колену. Три движения сделали и без отрыва, скажем так, стоп, мы стараемся, не опираясь на руки, перекатиться в другую сторону. И то же самое повторить движение груди к колену в другую сторону. И снова опять с ровным туловищем делаем перекат и снова к правой ноге. Пять раз на правое колено, пять раз на левое колено. После чего можем переходить к следующему упражнению. Далее мы будем у нас выполнять упражнение, которое на английском языке называется The World Greatest Stretching, что означает, ну, типа, лучшая растяжка в мире. Очень странное название, но по факту оно, пожалуй, так и есть. Мы тут поработаем практически со всеми нам нужными целевыми мышцами. Для этого мы будем делать выпад вперед. Сделали выпад вперед, поставили противоположную ноге, которая сделала выпад, руку в опору. Заднюю ногу стараемся держать, насколько это получается, прямую. Теперь мы вниз опустили локоть. Далее наружу раскрылись, хорошо ротировались в грудном отделе позвоночника. Скрутились обратно. Наружу раскрылись, скрутились обратно. Буквально 6-8 таких скручиваний на каждую ногу. И ваш организм будет практически полностью готов к любым видам передвижения. После этого мы сделали фронтальный выпад. Мы делаем латеральный выпад. Ставим также ногу вбок, руку на стопу. Заметьте, прошу обратить внимание, рука с внутренней части ноги, то есть не колено изнутри у нас идет, а внутри рука. Поставили руку на стопу, также хорошо ротировали в сторону, вернулись, выпрямились. Если есть возможность это делать в динамике, повторять движение в сторону, то мы так делаем 4-5 выпадов в сторону, а потом просто двигаемся назад. Если такой возможности нет, то мы сделали выпад, раскрылись, вернулись, встали. То же самое опять на месте, повторили в эту сторону. Буквально 5-7 выпадов на каждую сторону, и вы готовы к всем видам латеральных передвижений. Скрестный шаг и так далее, и так далее. И все, что нам осталось сделать дальше, это поработать еще с выпадами назад. Для этого мы делаем буквально небольшой выпад. Если смотреть сбоку, то это буквально полшага. Присели. Не длинный, а короткий. Раз, колено вниз опустили. Сделали такой выпад. Подняли одноименную сзади стоящей ногой руку вверх. В сторону хорошо протянулись всю боковую часть. Выпрямились. Назад. Отшагнули. Если есть расстояние, то мы это делаем в динамике. Двигаемся назад. Если нет, то мы после этого снова вернулись вперед. То же самое и с другой ноги. Сделали выпад. Присели. Подняли руку. В сторону хорошо протянулись. Назад. Отшагнули. С динамической растяжкой на этом у нас покончено. И заключительная часть разминки – это активация каких-либо мелких мышц, мышц стабилизаторов. Подготовка вашей мышцы уже к полноценному движению. Для этого нам нужно будет активировать необходимые нам в этих локомоциях мышцы. Первое, что мы делаем. Мы ложимся на спину. Упражнение называется «Мертвый жук». Здесь мы активируем все мышцы кора и мышцы-сгибатели бедра. Мы ложимся. Поднимаем опять же бедро 90 градусов. Руки перед собой. Работаем по диагонали. Если работает левая нога, то, соответственно, вместе с ней правая рука. И так далее. Начинаем. Выполняем разгибание левой ноги и разгибание правого плеча. Возвращаем в центр. Только после того, как мы вернули в центр две конечности, мы начинаем движение других конечностей. Опустили ногу с рукой. Подняли. Когда мы опускаем руку и ногу, мы не кладем на пол, а всегда держим все в напряжении на весу. Также стараемся не допускать вот таких вот движений. Безконтрольных рука-нога. А все четко. Две конечности стоят, две конечности работают. Правая рука, левая нога. Правая нога, левая рука. Буквально 14-16 повторений. После этого, практически без отдыха, мы переходим к следующему упражнению. Мы сгибаем одну ногу опорную. Ставим на стопу. Не слишком близко к себе, не слишком далеко. Где-то посередине. Разворачиваем руки ладонями вверх. Кладем их вдоль туловища. И начинаем выполнять упражнение ягодичный мостик. Мы одну ногу выпрямляем. Опорной ногой мы толкаемся вверх. Поднимаем таз. Зафиксировали на секунду. Медленно опустили вниз. Поднялись. Зафиксировали на секунду. Медленно вниз. Старайтесь не прогибаться в пояснице. Выполняем движение подконтрольно. Не быстро мы вниз себе не бросаем. Задача хорошо активировать ягодичную мышцу. Поднялись. Прожали хорошо ягодичную мышцу. Медленно, подконтрольно вниз опустились. Буквально 6-8 раз на каждую ногу. И переходим к следующему упражнению. Далее мы будем активировать мышцы, отводящие бедро. Среднюю ягодичную и малую ягодичную. Плюс сгибатели бедра. Что нам очень важно при, особенно первом шаге в катании, когда нам нужно хорошо вынести бедро вперед. Для этого мы ложимся на бок в положение боковой планки. У нас локоть строго под плечом. Не в сторону. Не сильно к себе. Строго под плечом располагается. Бедро и туловище у нас одна линия. Поднимаемся в такое положение. Руку поднимаем вверх. Ногу отрываем. И поехали. Движения у нас. Локоть, колено. Выпрямились. Локоть, колено. Выпрямились. Стараемся делать так же все. Подконтрольно. Не торопясь. Буквально 8-10 раз на каждую сторону. И ваши группы мышц, отводящих бедро и сгибающих бедро, тоже готовы к работе. И все, что нам остается, это еще поработать с балансом и контролем стопы. Для этого мы на одну ногу становимся. Вторая нога 90 градусов. Руки перед собой. Ротировали корпус максимально, сколько это получается. Вернулись обратно. Снова подняли ногу. Опять ротировали корпус. Вернулись обратно. И стараемся без падений, стоя на одной ноге, подконтрольно выполнять развороты туловища. Здесь у нас активируются мелкие мышцы, которые будут удерживать наш голеностопный сустав. Не дай бог какое-то попадение в колею, которая образовалась во льду, ваш голеностоп будет готов. 6-8 повторений. 6-8 разворотов. И то же самое на другой ноге в другую сторону. И чтобы до конца уже активировать наши средние и малые ягодичные мышцы, мы берем мини-бенд. Желательно брать какой-то средней сложности. Надеваем мини-бенд чуть выше коленных суставов. И здесь будет важно три ключевых момента. Первый момент. Все движения у нас здесь выполняются строго при напряженных ногах. То есть мы чуть подсели, таз отвели немножко назад. Ноги всегда у нас в напряжении. Колени вовнутрь не заваливаются, а всегда сопротивляются натяжение резины. Разворачиваются чуть наружу. Смотрят туда же, куда у нас смотрят носки. Соответственно, если носки бы у нас смотрели сюда, то колени бы у нас сюда шли сюда. Если носки смотрят прямо, то колени у нас тоже смотрят прямо, не вовнутрь. Ну и третье, что нам важно, мы ноги по полу не волочем, а всегда делаем движения от бедра. И сейчас, опять же, если у нас есть пространство, то мы выполняем движения линейно, в количестве там 10-15 повторений на сторону. Если пространства нет, то мы начинаем выполнять движения в какой-то укороченной, скажем так, манере. То есть мы сейчас будем делать шаги в сторону. От бедра шаг. Вторую ногу приставили. Шаг. Приставили. Вместо нет, пошли обратно два шага. Поставили ногу, внимание, на колено. Не это не заваливается, не это. Все четко. Приставили. Шаг. Приставили. Буквально по 10-15 раз в каждую сторону. И то же самое уже делаем чуть побыстрее. Шаг, 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 шаг. Почувствовали небольшое напряжение, небольшую запитость в мышцах бедра и ягодичных мышцах. Все, вы добились целевого, нужного вам ощущения. После данного комплекса разминки вы уже готовы к полноценной работе на льду, к ускорениям, не переживая за возможность получения травмы. Всем спасибо. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!